усилитель вот это вот голова да башка она он состоит из принципиально двух частей это прям и усилитель мощности я буду рисовать чтобы понимать что к чему вот у нас это здоровенный ящик я практически натуральную личину это образно естественно это не не электрическая схема и сейчас я возьму в руки свою гитарную усилитель и на его примере все покажу и нарисую опять же что у меня тут есть вход куда я включаю гитару вход относится к прям что у меня есть эквалайзер есть эквалайзер тоже находится в пряме что у меня еще здесь есть это выходы уже на кабинет балансный выход он это разъем xlr такой же как на микрофоне в котором включается микрофон для чего он нужен это он нужен для озвучки уже в зал собственно теперь самое главное что же такое прям что такое усилитель прям это место где происходит предварительно усиление вашего звука то есть из гитары звук выходит довольно таки тихий и вот этот прям он уже собирает формирует и самое главное именно в преампе происходит формирование уникального звучит звучание усилителя то есть почему там при этом усилитель марш звучит так а усилитель там там пиви тенгл фендер там звучат все они по-разному принципиальная разница именно в схемах прям усилитель мощности да грубо говоря туда поступает уже просто уже готовый сигнал и вот этот усилитель он его просто разгоняет по громкости уже то есть ручка волум она уже вот на него работать также что здесь есть интересного здесь есть такая штука называется центр ретер сейчас я вам расскажу что это такое центр ретер это разрыв между преампом и усилителем вот то есть если вы воткнете сюда в кабель да что шнур обычный джек и воткнете его в какой-нибудь какой-нибудь колонку который способен высказать звук но слышите звук из прямо то есть звук вот он как я стрелочку на самом деле звук выходит ретер в него входит обратно то есть если вы например возьмете на гитару если влетел марку на твою практически не услышите если возьмете гитару гитару через какой педаль включите в ретер вы звук свою слышите это будет работа исключительно усилителя для чего это можно я вам расскажу чуть позднее и собственно теперь по ручкам которые есть на моем усилителе моем вообще на любую гитару первое на что мы обращаем внимание это ручки гейн она регулирует входной громкость входного сигнала то есть когда вы разгоняете вы делаете больше звук проходит больше 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 и на гитарных усилителях когда вы это крути 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 у вас появляется вот этот самый ваш перегруз главное что сделать это не перегрузить усилитель совсем это важно особенно если у вас под ногами находятся какие-то педали которые тоже усиливают звук самое главное не пожечь просто вход для на басовых усилителях есть вот у меня в данном случае кнопка переключения пассива актив то есть если отключая пассивный инструмент в котором нет ни батареек ничего я эту кнопочку отжимаю если отключает на нее нажимаю это вот нажимая кнопочку для активного инструмента и он как бы чувствительность автоматически понижает эквализация те же самые эквализация может быть абсолютно тоже по-разному реализован например на этом усилителе вы также видите просто нижние частоты средние частоты и верхние частоты вот грубо говоря это четыре ручки нарисовал эта ручка также регулирует работу ножом эта ручка также регулирует верхнюю частоту а вот эти две ручки они работают в паре вот эта ручка она выбирает какую-то конкретную частоту а этой ручкой до вверх или вниз таких может быть две пары также как еще может быть реализована по лазер он может быть реализован форме пузынков таких но это как вот в дом вина подкрываете там такие же ползунки гитарная голова здесь она у нас сколько раз два двухканальных трех трех даже да все в трех то правда ну как бы основных то два третьем такой третий пляж так 2 здесь вот видите блок чистого сигнала опять же входной гейм и здесь этим входным геймом он такой как как сказать маленький то есть прям не загрузить он так слегка начну подхрепнуть и опять же частотная регулировка вверх середка низ и грязный канал то есть перегруженный опять же ручка гейма то есть вот эта часть вот эта часть и вот эта часть она друг от друга никак не зависит опять же входной гейм который уже здесь такой серьезный вверх середина низ и громкость канала видимо для того чтобы согласовать по громкости чистый канал грязный канал вот на грязном оставили громкости все тонко ну что-то она подрезает таких вот кстати ручка тонко такого типа я имею виду с не очень понятным на слух названием их может быть очень много встречается там усилителях вот там у вас ручка тип есть там глубина то есть каждая фирма она какие-то свои такие штуки ставят но ведь не ставят у каждой фирмы это чуть-чуть по разному трактует вот ну и собственно ручку волн общая то есть вот эта мастер-секция которая работает и сюда и сюда вы здесь видите два включателя один это просто который начинает давать напряжение на усилитель но я сейчас его включил лампочки горят на если в него включу гитару звук не пойдет соответственно когда я подумаю это я сейчас не буду делать потому что не могу право уже звук у вас пойдет здесь у меня у меня тоже ламповая голова но здесь это реализовали все в одной ручке то есть она имеет не два положения на вот как здесь вот она имеет 3 то есть когда я ставлю посередине это вот такая вариация то есть у меня питание мне подается но при этом звук не будет когда я опускаю вниз все окей я могу играть следующий момент который хотел рассказать это собственно 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 наверное мутация педали вот у меня мешочек педали есть тема но тема я сейчас включать не буду я настроил гитару заранее у меня есть мой перегруз делай пусть будет будет трех педалей достаточно соответственно я беру такие вот маленькие проводочки кстати на таких проводочках и вообще на коммутации я вам настоятельно рекомендую не экономить потому что дорогую гитару и дорогой усилитель вернее звук дорогой гитара усилителя запорозь дешевым проводом за 200 рублей как делать нечего начнем с перегруза перегруз я поставлю в начале у меня есть моя гитара но вот она одна из нее я пойду в свой перегруз как назовем овердрай да там что более обобщен и я пойду сразу бы также очень рекомендую всем провод пропускать через ремень при игре то что и правда вот носит педальку питание есть и из педали я подключился все как на схеме теперь мой перегруз все у меня звучит теперь куда же мы будем девать вот эти две примочки которые я достал не просто достал примочки такого типа как всякие реверы делая фейзеры да вот эти эффектовые все дела их нужно ставить после прям вот после вот этого прям и именно для этого для этих целей выполним вот этот разрыв стенд ритер он нужен именно для этих целей то что я сейчас делаю я сейчас возьму провод то есть я возьму провод воткнул свой центр на своем усилителе дальше я пойду в делай дальше я пойду фейзер и дальше я могу идти куда угодно этих педалей может быть миллион не суть важно и дальше я салута фейзера возьму провод и в окно его вретер вот у меня эта схема будет работать я беру и включаю вас 10 и здесь включая во вход педали смотрите еще такая штука на этой педали не только на этой не подписанным где вход делаю но стандартно справа вход слева вот значит у меня вот этот провод выходит из сада я вы включая вы путевая включил а у тебя и у меня соответственно идет в следующей педали ну и километрах прошел педаль я беру еще не ушло значит у меня вот аутпут условно мои последние педали я я его втыкаю в ретер вот мой тело и работает вот мой поэзер тут вот эти вот всякие всякие смаживаются есть такой бит педали называется преамп и это когда вот эту часть усилителя исполняет в мале в педали на полной версии так вот если вы являетесь обладателем такого замечательного преампа он у вас лежит на полу тема коммутации та же самая вы свою гитару вот вашу гитару вы сперва втыкаете в те педали которые здесь стояли буду прям дальше а вот у вас идет дать прям вы вот у вас на вот из прям вышел в опять него собираете делаю все вот уже эти эффекты и дальше уже когда вы подошли к моменту включения усилитель им буду вы уже не пользуетесь вам он не нужен у вас прям уже свой на полу вы свой вот этот провод вот вот этот провод вы его сразу же втыкаете в ретер тогда скорее всего все вот эти ручки как входной гейм точно отлетает ручки эквалайзер уже на вас действовать не будут они вам не нужны вот может быть даже такой вариант что ручка мастер не будет действовать то что все ручки управления они у вас отлетают если вы являетесь обладателем например вообще гитарного процессора там например войтик давно самая известная фирма там у вас все эти дела все эти дела они уже собраны все в кучу там у вас стоят и разные преампы то есть там вообще с эмулировым усилители педали тела и все то есть у вас как бы в этом вашем процессе у вас готовы звук вы с тобой везете то есть как бы все что вот это вот это вот это вот это у вас типа лежит в одном чемодане когда вы с этой штук приезжаете клуб опять же там вы вы берете выход с неё и включаетесь в разрыв вот и самый важный момент для гитаристов как подзвучивать гитарный концерт вы знаете кабинет ставится инструментальный микрофон это касательно гитар то есть если вас снимается диаут потом дай сразу идет пульт гитары не гитары нет сюда в кабинету ставится микрофон который снимает звук с динамика и уже этот звук снятый микрофоном инструментальный идет на пульт так вот если вы приехали со своим мальчиком пользоваться микрофоном это уже не ваш случай почему потому что будет опять же плохой звук то есть в вашем лансите уже заложено то что вот тот звук который звучит он уже как бы идет с нос с вот этой эмуляции снятого с микрофона поэтому что вы делаете там на ланце есть такой же вот диалог как вот но у меня да у населителя показаны вы из этого микрофона аккуратно проводом втыкаете втыкаете свой ланс если уж вы себе купили ту или иную педаль разберитесь мне досканально каждая ручка что зачем почему все проэкспериментируйте это опять же можно для умения оперативно мешаться в ваш звук на концерте то есть если вы приходите на концерт и что-то не так а у вас тут пять педалей под ногами лежит звук режиссер не обязан уметь в каждой забираться